всем привет вы на канале industrial tool и сегодня в этом ролике мы будем собирать аккумуляторную цепную пилу makita duk 356 как разбирать данную пилу вы можете посмотреть в прошлом ролике либо по ссылке в описании надеюсь вы этот ролик смотрели для начала мы возьмем наш контроллер контроллер как кто смотрел мы помним от статора мы не отсоединяли потому что здесь вот такие клеммники если у вас отсоединено то подсоединяем статор контроллеру на по цветам то есть белые с белыми оранжевые с оранжевыми синие с фиолетовыми теперь берем выключатель и соединяем эти тоненькие проводки берем клемму вставляем выключенный соединяется все просто вверх ногами и тут подсоединить не получится смотрим чтобы было все правильно и подключаем вставляется она легко подключили теперь на клемму b1 подсоединяем самый длинный провод белый толстый вот так и самый длинный на клемму b2 вот так чтобы провода смотрели у нас вниз все выключатель подсоединен также подсоединим микрики контроллеру здесь у нас есть еще пустые клеммы две штуки они разные поэтому перепутать вы здесь не сможете то есть вот такой побольше клемма соединяется вот сюда клеммник поменьше подсоединяется вот сюда готово теперь нам надо соединить терминалы терминалов не перепутайте есть плюс минус и контрольный провод находим провода которые идут от контроллера они здесь видите сразу же вот такой стяжкой изоленты да это изолента они отделены друг от друга так сказать поэтому к одному соединяем плюс оранжевый минус синий белый вставляем посередине тоненький и второй терминал на одном терминале кстати есть наклеечка серийным номером если вы их перепутаете местами как бы ничего страшного они абсолютно одинаковые здесь также красный вешаем на плюс желтый посередине и черный на минус терминалы готовы эта часть у нас почти готова далее если у вас на статоре был снять подшипник ставим подшипник на место запрессовываем на роторе если у вас также был снят подшипник устанавливаем его с помощью пресса на ротор и соединяем эти две части соединять нужно аккуратно потому что здесь магниты можно чтобы не повредить пальцы ровненько вставляем вот она вставилась и теперь нужно либо придавить сильнее либо запрессовать можно также кияночкой подбить после этого можно двигатель устанавливать в корпус двигателя вот такой корпус и вставляем здесь если мы обратим внимание есть специальный паз и также на самом статоре тоже одна часть ушка квадратная везде закругленный 1 квадрата вот именно квадратный мы как раз вот сюда и вставляем и поэтому вы не перепутаете вставили и можно закрутить берем 3 винта и закручиваем закрутили теперь на вал надеваем вот этот привод масляного насоса его не важно как одевать абсолютно он одинаков и фиксируем стопорным колечком все зафиксировали и откладываем в сторону теперь берем правую часть корпуса берем крышку колечко резиновое вставляем и закручиваем далее берем трубки масляные и вставляем одну трубку вот сюда а вторую трубку сначала собираем насосик этот клапан одеваем на резиновую трубку и вставляем в бачок готово далее вставляем сюда двигатель двигатель вставляется вот таким образом охлаждением вниз и нам надо чтобы вот у нас под винты направляющие совпали с отверстиями вставляем и нужно немножко надавить все двигатель встал на место закручиваем его на три винта у нас таких винтов осталось всего три штуки наживили и затягиваем забыл сказать когда будете вставлять вот эту трубку в масляный бачок вот это место необходимо смазать смазкой FA02 немножко также смазываем вот эту часть когда будем сейчас прикручивать масляный насос теперь нам нужно вложить все эти провода контроллеры выключатели и прочее в сам корпус чтобы это сделать нам необходимо развернуть наш контроллер этой частью где больше всего у него выходят проводов вот ближе к корпусу и отделить отдельно вот коротенькие провода в эту сторону с конденсатором клеммные колодки расположить так чтобы они вот под контроллером были сразу как говорится причесать эти провода чтобы они легли так как нам надо длинные провода пойдут вот сюда вот выключатель пойдет туда вот эта часть пойдет туда тоже кнопка включения клеммники будут вложены вот здесь вот примерно так распределили и вставляем заднюю часть здесь специальные пазы сделаны если сразу не вставляется не лезет не нужно никуда силой нажимать все должно вставляться легко под каждый проводок здесь есть место свое конденсатор вставляется вот в это круглое отверстие эта часть вставляется сюда макета есть специальная пластиковая такая штучка чтобы укладывать провода вот в такие места металлической нельзя это делать отверткой там и прочим только пластиковой стороной теперь устанавливаем терминал нижний вот так берем разделитель вставляем и второй клеммник теперь нижнюю часть уложили теперь вот эти оставшиеся проводки этот выключатель установили теперь кнопку включения вставляем в пазы и тут же видим что под провода есть специальные места и сам выключатель вставляем вот в это место так здесь немножко не так сначала белый вот сюда и черный есть сверху мы закончили и теперь нужно уложить провода питания двигателя здесь вот сделано как будто распаечная коробка под каждую фазу говорится свое место здесь что-то они запутались непонятно ну ладно неважно так провода уложены и переходим к подключению масляного насоса теперь берем масляный насос сюда наносим немножко смазки и подсоединяем вот сюда вот эти направляющие попадают вот в эти два отверстия а сюда закручиваем винтом чтобы видно было вот так прижали и вот так он крутится если мы посмотрим там вращается шестеренка закручиваем закрутили и теперь надеваем трубки масляные готово теперь собираем петлю или крючок в схеме написано что это крючок вот так собрали и вставляем вот сюда вот так вставили можно зафиксировать теперь собираем выключатели наши кнопки точнее берем вот эти красные клавиши и собираем аккуратно сюда нужно надеть пружину пружина одевается просто вот так вот так попали в паз можно ее сюда вставить а вторая вот сюда и внутрь пружина вот эта часть пружины и она попадает внутрь и вот так это работает все достаточно просто все теперь все собрали и можно соединять крышки корпусов точнее еще рано так как мы разбирали полностью эту левую часть крышки поэтому ее нужно собрать обратно сначала вот эту резиночку вставим вот сюда пазики все встало на место и закручиваем ручку вот так ручка закручивается на два больших болта как я говорил в прошлом видео на схеме есть ошибка будьте внимательны вот эти винты на схеме указаны как винты которые закручивают вот эти зубцы стопорные а на самом деле эти винты закручивают ручку их всего два штуки больших один и второй второй вот сюда нашел на схеме несколько ошибок если мы посмотрим вот на позицию 43 здесь у нас указано это самонарезающий винт 5 на 20 и указано что они закручиваются вот сюда на самом деле это неправильно сюда закручивается винт вот этот 266 3026 то есть 4 на 18 это винты которые скручивают весь корпус вот такие маленькие а те которые указаны большие они закручивают ручку вот эту ручку внутри корпуса поэтому не путаем вот седьмая позиция это большие вот эти большие а 43 это маленькие будьте внимательны у макиты тоже бывают ошибки закрутили ручку и теперь наша левая часть корпуса готова чтобы установить ее на правую часть корпуса и закрыть полностью корпус аккуратно соединяем все направляющие должны совпасть и ничего не должно мешать все полностью соединилось и можно закрутить здесь 9 винтов вот 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 вот вот все я закручиваю на эти винты вы сразу же переключаетесь на следующий кадр кстати как правильно закручивать самонарезные винты корпуса для начала крутим в левую сторону как раскручиваем и потом закручиваем тогда вы не сорвете резьбу закрутили проверили крючок работает все везде затянуто и можно проверить правильно ли мы все собрали включаем показывает заряд аккумуляторов показывает заряд аккумуляторов показывает пробуем включить да да мы ее не включим потому что у нас концевичок здесь не нажат сейчас мы его обманем все концевичок нажали и включаем и второй режим и второй режим кстати так на холостую что-то я не ощутил разницы в режимах электрика собрана собираем механику конечно же снимаем аккумулятор теперь собираем механическую часть устанавливаем защитную рукоятку вот это место видите смазано надо смазать небольшим количеством смазки также FA02 вставили и фиксируем вот этой частью закручиваем на два винта закрутили теперь она у нас не соскочит теперь берем вот этот фиксатор и пружину и вставляем ее вот сюда вот вставляем пружину и придавливаем вот эту часть также необходимо смазывать предвижу комментарии такие типа почему ты не смазываешь ничего отвечаю потому что пила новая только что ее разобрал и обратно собираю здесь все уже смазано и смазку я при разборе не вытирал то есть все металлические запчасти они в смазке там где она должна была быть идем дальше устанавливаем соединительную пластину вместе с пружиной их нужно установить одновременно и 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 до упора и устанавливаем на режим блокировки одновременно при этом чтобы вот язычок вот этот уперся в эту пластиковую часть таким образом и теперь с помощью съемника можно эту пружину задвинуть берем съемник стопорных колец желательно побольше и уперев одной частью съемника вот сюда а второй в пружину сжимаем пружину и пальцем второй руки пытаемся ее туда вставить внутрь пробуем вот примерно так и чем-нибудь ее можно добить все пружина установлена в данный момент тормозом пользоваться не надо не надо снимать ее с тормоза потому что пружина может вылететь сначала нужно закрыть крышку еще раз напомню не забываем смазывать это все место здесь здесь пружину и теперь закрываем крышку все крышка плотно делась можно для начала закрутить 4 самореза закрутили и проверяем правильно ли мы собрали работать ли у нас тормоз все работает теперь собираем систему натяжения цепи и подачу масла смазки вот эту вот резиновую детальку вставляем сюда берем все шестеренки сам натяжитель закручиваем его тоже нужно смазать как вы видите тут все в смазке закрутили и устанавливаем шестеренку зубьями внутрь вот так а в корпус устанавливаем вот эту шестеренку устанавливаем все вместе вот так и теперь устанавливаем этот винт шестерни за который мы как раз и крутим и закрываем все направляющей пластины и закручиваем если на винте нет фиксатора резьбы необходимо добавить фиксатор резьбы закручиваем торксом теперь ослабляем тормоз устанавливаем барабан устанавливаем уплотнительное кольцо устанавливаем звездочку также необходимо капельку смазки и устанавливаем стопорное кольцо зафиксировали теперь устанавливаем когтевой зацеп и ловитель цепи крепятся они на два самореза закрутили и в принципе наша пила собра осталось только собрать переднюю защитную крышку берем крышечку вставляем сюда гайку стыкуем это все вместе и с этой стороны устанавливаем направляющую пластину вот так и закручиваем готово можно установить на место натяжитель цепи работает можно включить для проверки все работает все отключается на этом видео заканчиваем спасибо всем за просмотр подписывайтесь на мой канал на все мои соц сети и ждите следующих роликов всем пока 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 субтитры сделал DimaTorzok подогнал «Симон» субтитры сделал DimaTorzok о том, что субтитры сделал DimaTorzok